Всем привет! Есть очередное выступление Алис Вайдель и Тина Хруппола на пресс-конференции по текущей обстановке в Германии, которые я предлагаю сейчас посмотреть. Основные темы это события в Германии, бюджет, экономика, проблемы, ну и некоторые интригующие моменты. Кстати, не забудьте в комментариях написать ваше мнение касательно этого выступления и заявления. Так что подписывайтесь на канал, кнопка подписаться внизу под этим видео, поделитесь этим роликом в ваших соцсетях и давайте к делу. О нашем пресс-релизе на этой неделе, посвященном бюджету, в котором мы намерены посвятить себя реальным проблемам в Германии. Германия в настоящее время находится в тяжелом экономическом положении. Германия единственное государство большой семерки, где нет экономического роста. Германия во второй половине 23-го года впала в рецессию и не из-за большого отпуска по болезни, как сейчас. А из-за высоких затрат на электроэнергию, зеленой трансформации и плохих условий размещения. Федеральное правительство и институт ИФО уже сокращают даже эти ожидания роста на 2024 год. Экспорт в Китай и США падает, компании уходят или хотят уйти. Массовые увольнения или сокращение рабочих мест уже были объявлены крупными промышленными компаниями, такими как Бэи, Фольксваген, Бош, Зев, Фрайдридж, Шофен. И это лишь некоторые из крупных промышленных игроков. Деиндустриализация, о которой мы предупреждали два года назад, продолжает развиваться. Средства к существованию стали бесценными для многих людей в этой стране. Из-за денег граждан даже работа едва ли стоит того. Президент работодателей Райнер Дулга предупреждал об этом на ежегодном открытии Федерального объединения немецких профсоюзов. И уже говорил, что мы, предприятия, потеряли доверие к федеральному правительству. Германия находится в запустении. Кай Бекман, президент компании Химика, говорит, что предел нагрузки, связанный с условиями на площадке в Германии, уже превышен. Мы, как АТК, призываем к изменению курса. Мы проводим политику в интересах всех граждан. Мы не разделяем работников и работодателей. Высокие цены на энергоносители и антипромышленная политика в настоящее время поражают всех в этой стране. А что делает федеральное правительство? Какова реакция федерального правительства? Светофор полностью меняет ситуацию на то, какова реальность. Федеральный министр финансов Линда говорит в выходные о том, что программа АТК разрушит Германию экономически. Германия предупреждает министра экономики Хабека, что АТК это яд для экономики Германии. Но верно как раз обратное. Светофор разрушает Германию. Мы проводим политику для обеспечения безопасного процветания и для всех, кто работает в этой стране, кто несет в этой стране экономическую добавленную стоимость. Поэтому мы требуем освобождения и отмены чрезмерного регулирования для наших работников. Это создает рабочие места и деньги, с помощью которых можно помочь тем, кто действительно нуждается в помощи. И те самые успешные люди, которые в последние недели вышли на улицы для тех, кто рано встает, мы идем и проводим политику в Германии как АТК. Что конечно федеральное правительство теперь может справиться с тем, что мы должны сделать. Здесь население раскалывается и отвлекается от реальных проблем. Это то, что сейчас видят все больше и больше граждан. Именно поэтому мы представляем интересы именно этих граждан. Вот почему это федеральное правительство действительно не должно продолжать создавать здесь настроения, которые прежде всего раскалывают это население, как мы это видим сейчас. Против оппозиции, ложной информации, конечно поддерживаемой четвертой властью СМИ, которые в настоящее время просто больше не заботятся о реальных проблемах в этой стране. И это, как мы видим, на данный момент не решает ни одной проблемы в Германии, но еще больше раскалывает ее и еще больше создает напряженность. Чего мы хотим, и для этого мы приглашаем всех немцев с историей миграции, без нее изменить ситуацию к лучшему здесь, в этой стране, и работать над этим здесь. Потому что нам сейчас нужно в нашей стране объединение, а не разделение. Большое вам спасибо. Да, у нас впереди бюджетная неделя. И то, что федеральное правительство представляет здесь, опять же, неконституционно, и на самом деле не может быть подорвано с точки зрения неповоротливости. Это правительство уже несколько месяцев, даже уже два года, наносит ущерб нашей стране, нарушая самые элементарные материальные нормы и идеи на интерес населения. Давайте говорить прямо. В материальном плане я сразу перейду к обсуждению того, что там происходит в федеральном бюджете, но также и в идеальном плане. Это правительство делает все возможное, в том числе разрушает структуры в сфере образования. Если вы недавно прочитаете, что происходит в университетах, то увидите, что на самом деле все зависит от пола, и какой пол вы можете выбрать. Вы уже должны задаться вопросом, где мы на самом деле оказались. И все это, конечно, финансируется медиасектором, подпитываемым государством. Мы также сейчас узнали, что, например, такая забавная исследовательская платформа, как Корректив, также оплачивается двумя миллионами долларов налогоплательщиков. Конечно, к этому добавляются все другие средства, которыми кормятся эти организации. И все это, конечно, сопровождается манипуляциями, цензурой, атакизмом инакомыслящих. И мне постоянно приходит на ум поговорка, если гражданин чувствует себя некомфортно, то назовите его крайне правым. Вот уже несколько недель здесь проходят протесты фермеров, гражданские протесты, протесты представителей среднего бизнеса. Вот так клевещет оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» со злым умыслом. И, соответственно, я просто хочу оставить все как есть. Вот так механизм работает здесь уже несколько недель. Но я могу вам сказать, что это не повредит нам, это сделает нас сильнее в долгосрочной перспективе. Потому что здесь задействованы механизмы, которые лично мне напоминают об очень мрачных временах. И именно здесь я хочу, именно там партия не хочет идти «Альтернативой Германии». Мы, как фракция АТК, делаем все возможное с нашими законодательными предложениями и предложениями в немецком Бундестаге, чтобы предотвратить именно эти тревожные события. Что нас ждет в бюджете? Фактически новый долг, который каким-то образом исчисляется чуть менее 40 миллиардов. То есть официальный новый долг, я бы сказал, в 39 миллиардов. На самом деле фактический долг намного выше. Если вы посмотрите на это, он составляет 111 миллиардов. Если вы просто вычтете из процентов обязательства или резерв Федеративной Республики Германии, то есть просто начнете с чистой приведенной стоимости. Все это, несмотря на то, что у нас есть рекордный налоговый сбор в размере чуть менее триллиона. Я говорила об этом в своей последней речи. Рекордный налог, которого Федеративная Республика Германии еще не имела, и он продолжает накапливаться. И это несмотря на то, что да, на граждан ложатся все новые и новые налоговые обязательства. Или не ложатся, но именно потому, что на граждан ложатся все новые и новые налоговые обязательства. Государство снимает бремя с людей, а налогоплательщики в этой стране нет. Оно продолжает возлагать на них бремя. Может быть, приведем несколько таких примеров. Абсолютно абсурдное повышение налога на выбросы углерода с, я думаю, 30 евро до 45 евро за тонну. Затем мы имеем увеличение платы за проезд грузовиков, что фактически приводит к удорожанию транспортных маршрутов, так что все в цепочках создания стоимости становится дороже. И что в случае инфляции со стороны предложения из-за расширения баланса Центрального банка, это еще не все. Тогда у меня уже были проблемы с грузовиками. НДС на газ будет повышен. Затем НДС в сфере общественного питания. Это ломает шею рестораторам. Все это делается. А затем все это в свете 12-процентного повышения заработной платы граждан. Вы больше никому в этой стране не можете этого объяснить. То есть деньги или вознаграждения, заработная плата за нетрудоспособность будет увеличена до 12%. И вот, пожалуйста, даже раньше граждане, получающие деньги, получали больше чистой прибыли, чем сейчас получают работники. И это просто разработки, которые вводят в заблуждение и стоят очень дорого. К этому добавляются неправильные меры контроля со стороны нелегалов. Мы всегда можем вернуться к этому. Вообще ничего не делается. Это просто на словах. Незаконная нерегулярная миграция в нашу страну из-за отсутствия, из-за существующих, несуществующих границ. У нас каждый может пересечь границу и зарегистрироваться в соответствии с законом о предоставлении убежища или конвенции о беженцах. Только в 2023 году у нас было 325 800. Я имею в виду в прошлом году. Ходатайство о предоставлении убежища частично из-за незаконного пересечения границы. К этому добавляется воссоединение семей. Тогда мы имеем в общей сложности расходы на 1,2 миллиона украинцев, которые не имеют права на убежище, но могут получать пособия непосредственно от граждан, даже не внося никаких взносов в систему социального обеспечения. И вы больше не можете объяснять это людям из налоговой службы и гражданам. Кто еще должен платить за все это? Это сектор, создающий добавленную стоимость, который здесь выжимается. И в этой стране больше не стоит работать. А потом к этому присоединяется это правительство, и это продолжает давить. Вы также допускаете, что расширение канцелярии федерального канцлера – это настоящий крах. Достаточно привести пример всех этих нелепостей в федеральном бюджете, который на самом деле стоит столько же, то есть просто расширение канцелярии, которое в любом случае уже является крупнейшим центром власти в западном мире на 900 миллионов евро. Это, кстати, забавно, по иронии судьбы, точно такая же сумма, которую хотят отнять у фермеров, которые в результате выходят на улицы и подвергают риску свое существование. Есть много рычагов, чтобы исправить это упущение. Например, полностью отменить сбор КОТУ, снизить все налоги на электроэнергию и электричество, затем, конечно, отменить взимание платы с грузовиков, а также просто контролировать и защищать наши границы, а также отгонять нелегалов и прежде всего людей. Депортировать без права проживания. На самом деле все было бы довольно просто. Не нужно быть таким уж умным, чтобы придумать что-то подобное. Но это просто не делается. И я не хочу притворяться. Мы будем обсуждать этот бюджет сейчас, да, всю эту неделю. И тогда, конечно, я тоже буду рада. Мы будем рады получить от вас вопросы. У меня есть один вопрос к вам, миссис Вайдель, и один к вам, мистер Круп. Фрау Вайдель, на вчерашних выборах в Ландрат в Тюринге победил кандидат от ХДС, а не кандидат от АТК. Хотя после первого тура голосования все выглядело иначе. С вашей точки зрения, к чему это привело и какую роль в этом сыграли массовые протесты последних недель? И господин Крупала, в Саксонии существует воображаемый список Кабинета министров на случай возможного прихода АТК к власти там этой осенью. Ваше имя пока не фигурирует в этом списке. Вы не можете себе представить, чтобы стать премьер-министром в Саксонии. Так что, может быть, перейдем к первому вопросу. Мистер Трамп провел безумно потрясающую избирательную кампанию. Я также хотела бы поблагодарить всех участников кампании на данном этапе. И это достойное уважение и успех. Он набрал почти 50%. И хорошо, это демократия. Кандидат от оппозиции прошел, все заранее согласились с этим. Также были даны рекомендации по выборам. И вы просто должны принять такой демократический результат выборов. Тем не менее, Трамп действительно провел отличную избирательную кампанию. Вас можно только поздравить. Да, я, пожалуй, хотел бы первым употребить это слово «захват власти». Итак, мы говорим здесь о демократических выборах, которые проводятся, и с моей точки зрения захват власти запрещен. Если мы получим и получим большинство в Саксонии демократическим путем, то, конечно, наша задача сформировать правительство, как и любая партия, которая победит на выборах, будет поставлена выше этой задачи. Так что, конечно, мы делаем то же самое. И, конечно, есть разговоры о том, что если что-то произойдет. Я вообще не хочу сейчас говорить об отдельных людях. Гер Аберн, наш главный кандидат на выборах в Лантак в Саксонии. Он является там лидером парламентской группы и, конечно же, будет продолжать руководить ее в этом качестве и во время избирательной кампании. В остальном у нас всегда старое правило. Мы говорим в первую очередь о стране и Германии, затем о партиях, затем о людях, а затем мы сначала подводим итоги, а затем мы также будем оценивать результаты. О кадрах продолжаем обсуждать, по крайней мере, публично. Доверьтесь. Еще раз. Я уже все сказал об этом. И я не собираюсь сейчас продолжать спекулировать здесь. Поэтому все сказано. Извините. Бизнес-ассоциации экономисты были предупреждены, что с АТК и политикой, к которой стремится АТК, здесь, в Германии, все пойдет на смарку. Что вы на это возражаете? И во-вторых, вопрос о выходе из ЕС и выходе из Евро. Разве это не было бы настоящим ядом для такой экспортирующей страны, как Германия? Очень хорошо. И так, во-первых, что можно сказать об ассоциациях по экономическим интересам? Партийные функционеры, имеющие партийный послужной список, пронизаны их интересами. Пример Дулга. Совершенно очевидно, что они должны двигаться в определенном направлении. Я могу только возразить, что судя по тому, что вы говорите, вы также должны прочитать нашу программу. Потому что многие заявления противоречат нашей программистике. Мы выступаем, например, за широкие налоговые льготы, то есть, соответственно, за укрепление позиций Германии. Мы за диверсификацию предложения энергии. Это означает, что в результате цены на энергию снизятся. Что да, сейчас приводит к этому. Ведь у нас самые высокие цены на энергию среди развитых стран. Так что на самом деле у нас самые высокие цены на энергию в мире. И это, конечно, приводит к тому, что наши компании уходят за границу или становятся банкротами. Потому что это приводит к тому, что их счета расходов взлетают на воздух. Это просто так. Вы это знаете. Только если вы этого не понимаете, тогда вы можете скрыть это. И, соответственно, вы не можете принять это как должное. Для выхода из Евро было бы больше вопросов о Евро и выходе из Европы или о выходе из ЕС. Для выхода из Евро уже слишком поздно. Это нужно было сделать до первого пакета мер по спасению. Я просто напоминаю, что только Федеративная Республика Германия имеет такой годовой целевой баланс, что его списывают с каждой секундой. На самом деле это всего лишь расчетный счет. И поскольку на протяжении десятилетий в нарушении статей 123-125 европейских договоров, то есть здесь осуществлялось совершенно незаконное государственное финансирование, финансирование государственного долга. Долг, конечно, неизмеримо выше, чем за счет расширения баланса, мер финансовой помощи и расширения государственных бюджетов. Возник ли? Конечно, реальный обменный курс, потому что номинального больше не существует, не было. Большинство людей тоже этого не понимают. Что приводит к тому, что платежные балансы национальных экономик выравниваются, конечно, с помощью обменных курсов. И вы больше не можете этого делать, потому что мы связаны в еврозоне. Так что из-за всех этих долгов выход нанесет слишком большой ущерб. И люди также больше не настолько образованы и академически образованы, чтобы даже понимать, откуда берется инфляция и почему евро не может выжить. Евро будет ликвидирован. И мы заплатим огромными потерями в долгосрочной перспективе. Прежде всего немцы будут лишены всего народного богатства и сейчас находятся на пути к этому через инфляцию. Вот в чем дело. И никто не говорит о выходе из ЕС. Но по важным вопросам, например, по вступлению в ЕС, вы должны были бы спросить немецкое население. Были приняты референдумы, немцы стали, например, во Франции, французам разрешено принимать решение, немцам нет. И если ЕС нарушает элементарные принципы демократии, а в ЕС есть дефицит демократии на всех уровнях, и поскольку я все равно говорил здесь очень долго, это привело бы к серьезному кризису. Но я хотела бы предоставить вам список всех недостатков демократии в ЕС, которые как государство, подобные Германии, четко сформулированы в интересах, и которые необходимо исправить на уровне ЕС. А если это не удастся, тогда вам следует подумать, не следует ли опросить немецкое население в качестве Altima Ratio, как на референдуме. Хотят ли они остаться в этом ЕС, который нарушает национальное законодательство в силу наднационального законодательства. Так что вертикальное разделение властей уже нарушено и там. И там есть огромный дефицит горизонтального разделения властей. Вы должны обсудить все это и обсудить это. И если все это не поможет, то в любом случае вы должны позволить населению решать важные вопросы. Позвольте мне сказать еще одну вещь. Люди и тогда немцы должны были быть опрошены при вступлении в Евро со всеми вытекающими последствиями. Хотят ли они отказаться от своей немецкой немецкой марки со всеми вытекающими последствиями? Нет, во-первых, вас не спрашивали, а во-вторых, вам солгали. Вам солгали тогдашний канцлер Гельмут Коль и министр финансов Тио Вайгель. Германии было обещано, что Германия никогда не будет нести ответственности по долгам другого государства. И это было предпосылкой, а также юридическим и политическим обещанием, что Германия вообще присоединилась к этому безумию. Потому что я могу вам сказать, валютный союз, охватывающий разные экономики с разными бюджетами, является общим достоянием, всеобщим достоянием. Это означает, что каждый может обслуживать себя. Никто не должен заботиться об этом. И соответственно у нас все домохозяйства разлетелись. Вы тоже больше не можете этого делать вместе. Но я по крайней мере ожидала увидеть искренность политических партий. Может быть они были слишком глупы, может быть они этого не понимали. Но я могу вам сказать, что по крайней мере Тио Вайгель и все министры финансов и финансовые политики должно быть знали, что этот евро будет означать для Германии. И это именно то, на чем мы сейчас стоим. И это то, что вы должны были сказать людям. И вы должны были позволить им голосовать за вступление в зону евро. Возможно вы могли бы вкратце упомянуть, что я действительно сказал это с самого начала. Если бы вы меня выслушали, вам действительно нужно посмотреть. Все же в настоящее время все видят, кто наносит ущерб экономическому положению Германии. Это правительство светофора или АТК. Каждый видит это один на один, каждый работник и каждый работодатель. Спросите фермеров, спросите средний бизнес, спросите промышленность, спросите президента работодателя. Это утверждение безошибочно. Так что вы совершенно ясно видите, кто наносит вред этой стране. Но может быть вы позволите. По вашему запросу я понимаю, что возможно я не очень хорошо все объяснила. Какова целевая картина Европейского Союза? И именно из-за этого возникает этот вопрос. У меня есть обсуждение, мы все это тоже читали. Из-за всех искажений и преувеличений всех представителей СМИ, никто даже не обратил внимания на то, что я на самом деле сказала. Цель Европейского Союза это не эта бюрократическая надстройка с какими-то 35 тысячами, чиновники которых можно полностью выгнать. Нам это нужно. Нам не нужны эти люди. Нам также не нужна эта бюрократическая волокита. Нам не нужно вмешательство в сферу собственности, в частную жизнь людей. Нам не нужен ЕС. Нам не нужны правила о двигателях внутреннего сгорания и... Это никому не нужно. Нам не нужны эти чиновники. Однако то, что нам нужно для Европейского Союза, это демонтаж Европейского Союза. Тогда нам нужна перестройка, возвращение суверенитета национальным государствам. И сосуд, который объединяет нас всех, это общий единый рынок. Так что да, свободная торговля сохранится. И соответственно ЕС также должен быть реформирован таким образом, чтобы мы могли вернуться к уровню, на котором мы могли бы вести свободную торговлю. И возможно взаимодействовать по важным вопросам, таким как политика безопасности, безопасность границ. На сегодняшний день ничего не произошло, поскольку Шенген не функционирует. То есть общая внешняя безопасность ЕС, границы с одновременным открытием внутренних границ. Через 30 лет мы обнаруживаем, что все это существует на бумаге и вообще не работает. И что особенно важно, даже сейчас не предпринимается никаких действий, чтобы когда-нибудь это осуществить. Я хочу сказать, что в тех областях, где ЕС предпринял бы минимальные шаги, не подвергая граждан предприятия домохозяйства постоянному разрушению и сокращению. Это было бы действительно так. Мы можем инвестировать в общую внешнюю безопасность. Но именно то, что имело бы смысл, было упущено. Поэтому давайте просто посмотрим, как все это станет более выгодным. Чиновники уйдут и вернутся в суверенные национальные государства. Потому что именно там заседают избранные парламенты. Это чистая демократия, а также конкуренция за места в Европейском Союзе. И что нам нужно, так это общий единый рынок. Но ЕС нам не нужен в такой форме. Нет. Большое вам спасибо. Я думаю, что в принципе хорошо, когда люди выходят на улицы и проводят демонстрации. У нас все в порядке с самого начала. Я уже говорил это. То, что мы видим, конечно, именно то, что интересно, что население выходит на улицы вместе с правительством. Это конституционно, конечно, все защищено. Это хорошо. Что я вижу и что я, конечно, критикую, так это то, что это отвлекает от реальных проблем в этой стране, связанных с этим. И что правительство очень хорошо этим пользуется, и, возможно, даже хочет обратить вспять свой гнев на оппозицию. И это то, что я вижу. И что я хотел бы прежде всего от федерального президента, так это чтобы он в настоящее время в этой ситуации не придерживался партийной линии. Которую он, вероятно, все еще придерживается как бывший член СТПК, или член СТПК. Но чтобы он попытался объединить эту страну и этот раскол, который я вижу в настоящее время, и который я вижу в настоящее время, и который, и который также вызывает у меня беспокойство, противодействует и объединяет все слои населения в этой стране, я желаю этого от федерального президента. Ну что же, как всегда, заявлений много. Особенно интригующий момент получился с мрачными временами. И кстати, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штанмайер, от которого так ожидали объединения и прекращения раскола, в понедельник призвал к созданию альянса против экстремизма. Интересно, к чему это приведет? В общем, давайте теперь обсудим все эти моменты, вопросы и заявления в комментариях под видео. С чем вы согласны или не согласны, и почему? Думаю, что вам есть что сказать. На этом все. Подписывайтесь на канал, кнопка подписаться внизу под этим видео. Поделитесь этим роликом в ваших соцсетях. Спасибо всем за просмотр и за внимание. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.